Сегодня 11 августа. Всем привет! Выбрались мы с другом на охоту. Открытие охоты надо подчеркнуть в Московской области. Кстати, может еще где-то 11-й, не знаешь. Суть в том, что 11-й в Московской, а дальше уже Смоленщина, Тверщина, Владимирской области, Вологодская и так далее. 18-го. Вот мы на таком вот полюшке не на утку выбрались, а решили на голубя, на вяхеря попробовать поохотиться. Уборочная уже началась. Вот это поле уже убрано полностью. Здесь пшеница была. Редками она осталась снижать. Соломка. Вот. Приехали поздно вчера. Выезжали с Москвы долго. Но, в принципе, как и хотели под вечерок успеть. Сделали буквально полчасовую разведку. Место впервые, незнакомое для нас. Вот. Будем пробовать утренку сейчас на этом поле. Поле, в принципе, небольшое такое. Не знаю, сколько оно. Метров, наверное, 400 на 800 где-то, да, такое яйцо. Вот. Посмотрим. Лес рядом, речушка. В принципе, все условия. Высокие деревья вокруг. Все условия соблюдены. Будем пробовать. Не получится, значит, будем делать уже полную разведку, полноценную. Погода хорошая. Погода, я бы сказал, просто замечательная. Штиль, туманчик. Небольшая роса. Высокие деревья мы не расставляли. Сейчас будем расставлять. Скородочек тоже сделали такой на скорую руку. Утрянка закончилась. Поле нам очень это понравилось. На камеру, не знаю, будет видно, нет. Попробую вам передать. Вот по грядам у нас чучалки стоят. Здесь сзади стояли около 80 штук у нас. Скородок нормальный. Вороны, ястребы налетали. И было стороной пролета в пять в Яхере. Ну, стая, максимум, наверное, восемь было. А так, в основном, двойки и одиночки. К нам прилетело, прямо село сюда в чучело два, и потом один налетел. Но, поторопились, короче, стрелять надо. Не знаю, в общем, поле интересное, но придется его менять, потому что на таком поле должно быть большее количество птиц, поэтому... Одного подранили, но еще не смогли. Да, одного подранили, последнего, который, опять же, в горячке как-то стреляли, не знаю, за горизонт спланировал, ходили, искали, не нашли. Но суть в том, что сейчас будем менять место и пытаться найти более перспективное. Хотя еще можно было посидеть, но есть шанс найти птицу, которая еще кормится, чтобы определить место сегодняшней вечерки, ну и завтрашней утренки, соответственно. Так что будем, будем посмотреть. Ну, запоминай коридоры, как они через поле, где пересекают, в каком месте. Отсюда у меня тоже хорошо видно. Вот здесь, наверное, штучки... три стайки пролетели, тоже вдоль леса. Потом один тоже вдоль леса протянул. А один вот, который тебе говорил... Ну, давай постоим, сейчас время еще только... Сколько там? Без десяти четыре? Да, без десяти четыре. Я думаю, часов до пяти здесь смело можно находиться. Потом, если что, перееедем на то поле посмотрим. А вон пара летит. Вон, четыре штуки от тебя летят, я вижу. Две пары. Да, две пары. Летит пара, а нет, за ним летит пара, а за ним вороны. Пара пошла на то, значит, вороны отделились, вороны остались, а голуби пошли дальше. Они пошли так впругу. Они впругу вот пошли. Они залезли. Такая вот ситуация. Разделились мы на два дозорных. Вдруг у меня стоит на том конце поля. Вот, за машиной туда вот. На том поле имеет такую возвышенность посерединке. Потом ложбинку, еще возвышенность. Такое неровное достаточно поле. Но в этом месте, это, в этом районе, это место, наверное, самое большое поле с пшеницей, убранной. Еще есть пару полей с пшеницей, но они не убраны, на них, соответственно, не будет. Ну и овсяные поля, они не так ему интересны. Есть тоже одно убранное и несколько не убранных полей. Ну, это вот одно из пшеничных полей, достаточно больших, на которых теоретически может быть охота. Что мы сейчас делаем? Сейчас время без 10.04, как я говорил. Вот, мы сейчас находимся здесь до 5 часов. Наблюдаем перемещение птицы. Птица уже стала активной, потому что в течение обеда, пока мы готовились себе кушать, движения вообще не было никакого. На улице жара стоит, за 30, наверное, в палатке. Вот, сейчас солнышко более-менее стало хоть подсаживаться и не такое палящее. Собака спала вообще в машине под кондиционером с другом. Я вот тут, кое-как умирая от жары в палатке, подремал, потому что после утрянки, конечно, сил не остается. Нужно собирать лагерь, перемещаться, искать. Вон еще, кстати, глубок летит, Витютин. Ну, вот, ну, сейчас посмотрим, сделаем выводы, стоит ли здесь останавливаться. Еще у нас есть одно поле, на котором мы днем видели пролет небольшой стайки. И, теоретически, нашли место, где она сидела, перо было. То есть, возможно, там что-то будет. Но оно маленькое, совсем маленькое, там, 500 на 500 метров. И тоже огромный бугор. Вот они на бугре там сидели. Сейчас посидим здесь. Если ничего интересного не будет, свернем шатер, уберем весь хибар. И переедем туда, понаблюдаем. Ну, вот, в общем-то, готовим себе утрянку. Вечерки не будет, потому что нужно разведку сделать. Потому что птиц здесь не так много. Хочется хоть как-то на нее поохотиться. Первый раз мы в этих угодьях. Конечно, разведку боем тяжело делать. Желательно, конечно, выезжать заранее и анализировать ситуацию. Смотреть, как птица перемещается в утренние часы, в вечерние часы. Делать определенные выводы и, соответственно, готовить охоту. Ну что, ребят, нашли мы все же нашего ветютня. Вот это поле, вон они там кружат. Где-то здесь не меньше сотни их собралось. Но для этого района это хорошее количество. Очень хорошее количество. Лагерь у нас стоит вон за тем лесом, за той дорогой. Мы смотрели, там пшеницу убранная. Стерня валяется, но они там не присаживаются. Уходят, уходят. Анализировали, созванивались, разошлись по разным углам поля. Смотрели. И вот проехали, посмотрели, куда они уходят. Вот и здесь оказалось поле, которому мы совсем не придали значения. Это самое первое убранное поле. Скорее всего, тоже пшеница. Стерню заволковали, увезли. Вот у нас здесь такой вот уже зеленочка прорастает. Чистенькая. Будем пробовать делать охоту. Сейчас они сидят, кормятся. Периодически взлетают. Новые подлетают. Сидят вон над тем лесом. Видно, вот пара сейчас летит над кустами. Тройка. Три штучки летят. Снижаются. И садятся к основной стае. Еще падают. Очень интересно. Смотри, над тем лесом кружат. С того ельника спускаются сюда. Пока мы здесь стояли, не было таких больших стай. Там 50-60 штук. А летят именно так, как надо. По два, по три, по четыре, по пять. Я думаю, завтра мы здесь сладим. Решили сделать искусственный кустик посреди поля. Конечно, это может их отпугать. Отпугнуть, да? Ну, количеством чучел попробуем их взять. Всем доброе утро. Выдвигаюсь в городочку. Второй день. Второе утро охоты. На Вехере. 2018 год. Московская область. Значит, как я уже говорил, что первую утренку мы отохотились в ноль. Приехали поздновато. Разведку сделали неполноценную. Буквально там 20 минут первое поле нашли. Стали, переночевали. Отохотились два колета было. Я даже камеру не стал ставить на голову, снимать, показывать. Все быстро. Вчера день посвятили поиску, анализу и наблюдению за птицей. Мы выбрали вот такой вот полюшка. Был выстрел, кстати. Вот. Голубь летит вот из того леса. Собирается на деревьях, отсиживается и потихонечку сейчас слетает. Посмотрим, что сегодня будет утром. Ну и сегодня, собственно, последний день. Отъезда домой. Ну посмотрим, как пройдет охота. Собственно, сделали разведку по новым местам. Охотой на голуби здесь никто не занимается. Спросить не у кого. Ну, собственным опытом делали такую вот разведку. Поле очень интересное. В этом поле хорошо бы было сделать. Ну, охотиться с лежачего скоротка. Лежачих с собой не брали. Вот. Построили наземный скороток. Добавили лишний куст на поле. Думаю, что голубь не будет его пугаться. Надеюсь на это. Куст, в принципе, смотрится неплохо. Сейчас я вам его покажу. Вот так вот он выглядит. Солнце ставит со спины. Соответственно, будем лицом сидеть. Смотреть на место, откуда будет приблизительно лететь птица. Четверка, 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 четверка. Нет, пару, пару вот эту бьем. Вот с моей стороны. Миш, бей. Только отпусти, отпусти. Красиво. Молодец. Леди Кеннел. Над нами сейчас справа чуть-чуть. Сейчас будет снижаться. Ну давайте, давайте. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Ваши здесь. Гули, гули, гули. Цыпа, 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 цыпа. Вот и закончилась наша охота. Сейчас я перехвачу камеру. Покажу наши трофеи. Норму взяли. Две замазали нормы. Но в целом удовольствие получили. Самое главное, что мы сделали правильное решение. Остановили здесь. Провели разведку. Нашли место. Иголубь летел сюда. Немножко он пугался нашего укрытия. Ну не явно пугался. Налетал и улетал. Осторожничал, я бы сказал. Потому что были и посадки возле скротка. И чуть ли не леди в скроток. На леди в будку чуть не залетал. Но в целом он довольно осторожный. Но то, что хотели мы получили. Сейчас будем собираться. Разделывать птицу и выдвигаться. На улице тепло. Уже, наверное, 20. Ну, наверное, будет и за 30 сегодня, как вчера. С ветерком более-менее. спасибо этому месту. Будем его иметь в виду. В этом году тоже не приедем сюда. На будущий год обязательно. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok